Здравствуйте, друзья! Нужен ли мольберт начинающему художнику? Как вы, наверное, обратили внимание, я редко в своей работе использую мольберт. Чаще мой планшет лежит на столе и таким образом я создаю свои работы. Не использую мольберт, потому что работаю очень много, а при использовании мольберта правая рука все время находится в подвешенном состоянии. Ее нужно удерживать практически вытянутой на уровне груди так, чтобы писать свою картину. Очень неудобно, что локоть не имеет опоры и со временем плечо начинает болеть. Да, через какое-то время боль проходит, можно снова работать на мольберте, но, возможно, это зависит от возраста. Конечно, вы скажете, что нужно делать массаж, какие-то физические упражнения. Я с этим согласен, но человек склонен поступать просто. Я использую вот столешницу и планшет, который размещен на ее плоскости. Но, должен вам сказать, что начиная от размера 60 на 80, использование мольберта очень даже подходит, потому что работу, например, метр на метр уже невозможно разглядеть, полностью охватить своим взором все изображение, когда особенно ты занят творческим процессом. Если необходимо сделать так, чтобы жидкая краска не стекала, то есть, если разместить вертикально работу, краска будет стекать, тогда работу размером метр на метр необходимо положить на пол и работать кистью с длинной ручкой. Ну, для кого это удобно, у кого эта техника живописи располагает к такому ведению работы, то это вероятно. Если же вы работаете маслом и пишете большую работу или густым акрилом, то работы большого формата лучше размещать на мольберте, начиная от размера 60 на 80. Маленькая работа свободно умещается на столе и вы взором всегда можете обхватить ее все участки. Если же есть особая необходимость скорректировать какую-то перспективу в построении здания или пейзажа, то можно встать на ноги, и тогда вы точно увидите все детали работы. Почему же используют мольберт в художественной школе, в училище? Да, работать с мольберта очень удобно. Когда вы ставите постановку натюрморт, глиняная ваза, яблоки, какие-то еще овощи или фрукты. И ваш взгляд переходит только справа налево, слева направо, когда вы смотрите на натюрморт и сразу же переносите на лист, который закреплен на мольберте, все, что видите, примерно в той же пропорции. И действительно очень хорошо видите пропорции объектов. Для обучения это вариант идеальный. Но стоит ли вам приобретать мольберт, если большинство своих работ вы выполняете или по фантазии, или по урокам, или по фотореференсам? Только если вы собираетесь очень много писать с натуры, то мольберт, в принципе, в каких-то случаях может быть необходим. Удобным вариантом является вот этот раскладной чемоданчик, который часто используют художники, которые пишут маслом. Но никто не запрещает нам вместо масла положить в этот чемоданчик акриловые краски, взять с собой бутылку воды и писать на планере с акрилом. Удобство этого чемоданчика заключается в том, что он компактно складывается, ножки, телескопы тоже складываются, и он не занимает много места или в интерьере, когда находится у вас дома, или в поездке в багажнике автомобиля, или просто, если вы идете пешком, он тоже компактный. Хотя для женщины может оказаться не очень-то и легким сам по себе, даже без краски он весит ну, достаточное количество, то есть на далекое расстояние с ним ходить не очень удобно. Лучше, конечно, перемещаться на автомобиле или на короткие расстояния. Ну вот, что касается мольбертов, если я не полностью ответил на этот вопрос, то вы можете дополнительно задать вопрос в комментариях. Еще был бы вопрос, грунтую ли я арголит, с какой стороны, зачем это делается и какой краской. Ну, для грунтовки я чаще всего использую строительную, влагостойкую, акриловую белую краску. Ну, кажется, уже незаменимый материал для этой цели. Вообще, любая грунтовка производится для того, чтобы краска не впитывалась в верхний слой планшета, на котором вы пишете, будь это холст или арголит. Если из краски, в частности у нас, из акрила, быстро уходит влага, очень трудно растянуть ее по поверхности, ну, если необходимо сделать, например, плавные переходы. Ну, и вообще, многие жалуются на то, что акрил быстро сохнет. Так вот, если грунт слишком пористый или его полностью нет, то как раз вот это впитывание влаги происходит моментально, и материал встает, и его уже невозможно растянуть по поверхности. Ну, для каких-то видов живописи, возможно, это является плюсом. Допустимо ли вообще отсутствие грунтовки на какой-либо поверхности? На моем канале есть уроки живопись по ткани. Там я на подрамник натягиваю ткань двунитку и не грунтую ее вообще ничем, а сразу начинаю писать акрилом по поверхности. Ну, акрилом же пишут по ткани, есть такой акрил специально для ткани. Мои работы написаны обычным акрилом, которым я работаю повседневно, но при этом отсутствие грунтовки дает определенный эффект растекания акрила на ткани, увлажненной предварительно, очень обильно водой. И это можно отнести к какому-то декоративному способу живописи. Но если мы говорим о каких-то более традиционных способах, то там, конечно, грунтовка необходима. Меньше мне подходит грунт сонет. Он продается в художественных и магазинных канцелярских товарах. Он создает пленку на поверхности. Если же строительная краска как-то полностью покрывает поверхность, при своей влагостойкости сохраняет некоторую пористость, то грунт сонет ложится глянцевой пленкой. И нужно очень внимательно следить за тем, чтобы эта пленка хорошо просохла до начала работы акрила. Иначе, если работать очень влажной кистью, как вот в этой работе я смачивал поверхность, то есть большой риск, что грунт начнет подниматься с поверхности, прямо лохмутами отходить. И работа просто-напросто будет испорчена. Грунтовку поверхности влагостойкой акриловой краской я прохожу на один раз. И этого покрытия поверхности хватает для того, чтобы начать дальше работу над картиной. Есть еще магазинные холсты, которые уже имеют грунт. Эти изделия я дополнительно не грунтую. Есть у меня видео о том, как я готовлю такой магазинный холст к работе. Просто его необходимо слева и с правой стороны слегка уложить из спрея для того, чтобы углы натянулись. Очень часто такой холст имеет такую слегка провисшую структуру, поэтому его нужно натянуть. И вот такого сбрызгивания чаще всего хватает. Холст приходит в нормальный вид, и мы можем начать работать. Друзья, я благодарен вам за вопросы, потому что иногда мне кажется, что есть такие темы, на которые не стоит даже размышлять, что это всем известно. Но, как показывает практика, есть ученики, которые действительно только что коснулись красок кистей, и даже самые, казалось бы, простые мелочи их интересуют. Это не должно вызывать никакого отторжения и смеха у тех, кто начал заниматься чуть раньше, а тем более у преподавателя, который призван просветить начинающих мастеров и призвать их к продолжению творческого процесса. Поэтому задавайте любые вопросы. Я постараюсь на них ответить или сам, или кто-то поддержит вас в комментариях своим ответом. Я же прощаюсь с вами до следующего видео. До свидания. Всего вам самого доброго. Доброго вам. Доброго. Субтитры создавал DimaTorzok